Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня читается во всех церквах Евангелие о Закхее. Это есть некое начало рассвета, за которым встает солнце Великого Поста. Это еще не время Триоди Постной, но уже преддверие. Как бы такой очень важный нам поддается сигнал. Был такой человек, жил две тысячи лет назад, и вот имя его сохранило нам Евангелием. Он жил в Иерихоне. И когда Господь проходил через этот город, встретил его Закхей немножко необычным образом. Был он начальником над моторями, людьми, которые собирали налоги в пользу Рима. Потому что Иудея в то время, после оккупации, стала провинцией Римской империи. И он так хотел видеть Спасителя, что забежал вперед, залез на смоковницу, чтобы ему его увидеть, потому что так он рассчитал, что он должен мимо нее пройти. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал, Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надобно мне быть у тебя в доме. Для нас это как бы понятное, обычное дело. И то, что Господь называет его по имени, и то, что говорит ему слезай, и даже то, что он говорит сегодня, хочу к тебе в гости. Но для самого Закхея это случай совсем нетипичный. А для всей остальной толпы, которую всегда Иисус Христа окружал, это вообще было привидение в состояние шока. Потому что мыталь был всем ненавистен. Нет на земле ни одного человека, который с удовольствием платит налоги. Такого не бывает. Ситуация эта усугублялась тем, что Рим здесь выступал как оккупант. Еще усугублялась тем, что римляне были язычники. Для уидеев это было еще в сто крат тяжелее. То, что вот эти римские порядки, которые родились в Риме, их совершенно не устраивали. Потому что они привыкли жить по своему закону. А здесь вмешивается другой закон. Ну, нам вот тоже можно понять, потому что вот сейчас, когда церковь уже 20 лет живет свободно, и у нас появилась возможность открывать рот, и живем мы не в христианском государстве, нам тоже постоянно приходится с этим недружественным церкви к государствам сражаться. И на уровне законодательства, и на уровне права применения, и на уровне местных администраций. Потому что они люди совершенно неверующие, я имею в виду веру Христову. Какая-то вера у них есть, но эта вера обычно суетная. Так они люди исполнены всяческих суеверий. Никакого отношения к христианству не имеющие, а тут только вот, ну как бы, на личных связях. Потому что эти люди частично как-то к церкви относятся неплохо, ну как бы, к ее материальной части, не понимая, что внутри. Ну, такие есть и среди нас. Есть любители церкви, богослужения, и среди нас их сотни, ничего не понимающие вообще в христианстве и даже в силу, ну, пораженности ума грехом и не в состоянии понять, и даже так и умрут. Так и не поняв, а вообще зачем церковь существует, что Господь от нас хочет и так далее. Потому что, ну, в голове, как Феофан Затворник говорил еще в 19 веке, придет время, когда будет столько всяких вер, сколько голов. Каждый что-то свое сумасшедшее буробит свое. Я считаю и дальше. Лучше не слушать, а бежать. Вот все что-то там считают, прям как мытарь, который рассчитал, как Христос пойдет и под какой смоковницей он окажется. Вот. И тут нет ничего удивительного. Что в универсаме начать говорить, что в храме. Это... Потому что большинство людей на земле, они не обучаемы. Просто. даже те, которые вот, ну, вроде бы, хотели бы чему-то научиться. Потому что даже если он усвоит, мне сегодня одна раба Божия говорит, я умом понимаю, а сделать ничего не могу. Ну, и что тогда, если человек занимается каннибализмом и умом понимает, что, ну, людей есть непринято, но ничего сделать не может. Уж очень вкусно. Ну, это что, будет на суде некоторым каким-то оправданием, когда поймают? Да нет. Но человек укажет, что если он умом понимает, в этом уже есть какое-то такое оправдание. Да нет. Речь идет же о поступке. в шок пришли слушающие это. Потому что ни один иудей, он не только никогда не общался с моторем, не только его ненавидел, не только презирал, а это был его личный враг. Потому что отнимал самое святое. А что самое святое? Денюжки. Только ради денег человек согласен и на забастовку, и на голодовку, и вообще на все, что угодно. Куда-то поехать, что-то хлопотать, только вот денюжки затронь. Вот тогда да. И вот а тут он говорит спускайся, я к тебе домой зайду. Ситуации вообще не бывало, чтобы кто-то из иудеев, а Христос по виду был совершенный иудей, хотя он понятно, который в маленьком человечке, сидящем на смоковнице, увидел. И Матаря увидел, как его зовут, ясно, ему все открыто. И, конечно, цену иудейской религии Господь прекрасно знал, потому что это был только некий такой прообраз, ну, как бы первый класс. Там, ну, как бы наукам не учат, научат ну, самым простым вещам складывать, вычитать, чисто формально, даже таблицу умножения ее учат наизусть, потому что не учат математики, как тут возникает, что 3 умножить на 5 получает 15, ребенок это не понимает, он просто запоминает, а лучше сказать зазубривает, совершенно бессмысленно эту таблицу умножения, но это ему оказывает некую услугу, он без калькулятора до конца своих дней может быстро считать там в пределах сотни, это очень удобно. Сейчас в этом уже нет нужды, когда есть калькуляторы, вот чтобы так механически считать, но гораздо ценнее, когда бы человек понимал, а что с цифрами, с числами происходит, когда они умножаются, это попробуй у школьника спроси, который знает таблицу умножения, что происходит, он не знает, это только, ну в старших классах еще может человек как-то объяснить. Почему же Христос так ввел в такое шоковое состояние этих людей? И вообще если заметить, такое ощущение, что он все время народ вводил в шоковое состояние. Покойника несут, он воскрешает, воскрешает. Буря на море, он ее утешает. И есть нечего, пять тысяч человек собралось, он их кормит двумя рыбками и не убавляется, а хлеб, чтобы было при них, вообще еще семь корзин осталось. Вот все время он как-то вводит в какое-то их состояние. На самом деле ничего подобного, это делал не специально. Дело в том, что жизнь человеческая и тех древних иудеев, ну и римлян, конечно, но Господь сказал, что он пришел не к римлянам. Это бесполезно. Это настолько бесполезно, как вот действительно проповедь в универсале. Ну просто как бы не обратят внимания. Как апостол Павел тогда уже когда попозже попробовал в афинском ариапаге проповедовать, он говорит, ну ладно, мы тебя в другой раз послушаем, несет какую-то ахинею. Никто даже в общем не заинтересовался. Хотя он такой умный человек, образованный, он очень хороший ход нашел для того, чтобы их заинтересовать, но все равно ничего не пробил. Почему мы проповедуем в церкви? Ну потому что сюда приходят люди, которые ну каким-то образом хотят быть вообще причастны к Богу. И некоторые из них оказываются обучаемы. И что-то для них можно преподать, чтобы они двигались по пути христианского. И вот такого человека в этом Закхее Господь и разглядел. Именно поэтому, а не потому, чтобы вести шок, сделать назло против народному уже обычаю с моторями, вообще ни есть, ни пить, на другую сторону переходить, всячески презирать, вот из этих соображений. Потому что для Бога очень важна была его Закхеева душа. Поэтому он его и позвал. Все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. А он поспешно сошел и принял его с радостью. Закхей, став, сказал Господу, Господи, половину имения моего я отдам нищим, а если кого чем обидел, воздам вчетверо. Иисус сказал ему, ныне пришло спасению дома сему, потому что и он сын Авраама, ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. Конечно, грабить свой собственный народ, да и чужой тоже, это дело богопротивное. К сожалению, многие, ну, практически стопроцентное большинство грабителей, они этого не понимают. А раз не понимают, значит, удаляются от Бога. Потому что Богу хотелось бы, чтобы человек был к другому человеку милосерд. Но трудно представить себе, что грабитель, он милосердствует в отношении тех, кого он грабит. Захей грабил, ну, по закону. римляне сделали такие законы, которые поддерживали с помощью военной силы. Но грабеж все равно есть. Грабеж идет ли он под флагом государства или идет просто помимо государства, через чиновников, или просто на большой дороге. это не играет роли. Главное, что один заработал, а другой отнимали. И вот это, конечно, скверно. Но вот в Захее тем не менее оказалось стремление к другой жизни. Он вот умом понял и так захотелось ему увидеть Христа Спасителя, который учил о вечной жизни, что не поленился, будучи крупным чиновником, залезть на дерево. Не постеснялся. Потому что большинство людей, чем выше он занимает положение в обществе, тем он больше зависит от общественного мнения. Вот общественное мнение чрезвычайно много значится. Начинается это прям уже с детского сада. Очень страдают. Я вот недавно беседовал с одной девочкой из детского сада, и она не хочет туда ходить, потому что там две девочки в ее группе, которые ее истязают. Они дразнят, они говорят, что у нее уродливая одежда, что все у нее не так. А вся причина, что они ей завидуют. И они не могут одеваться так, как она одевается. Потому что у него родители самостоятельные такие богатые люди, одеваются в соответствующих магазинах, а те девочки в таких магазинах даже никогда не бывали. И то, как она одевается, им это кажется совсем непривычным, потому что вращаются совершенно в разных вот так сказать обществах. А зависть присутствует. И вот эту зависть маленькие девочки дошкольницы изливают. То есть это еще человек в школу не ходит, а уже жаба душит. Поэтому это свойственно вообще зависть всем людям, потому что первое позавидовал дьявол, а потом и дальше это все проникло в среду людскую. И каждый человек мера разная. Один как-то если почувствует укол зависти, ему как-то стыдно становится, даже если он в темной комнате, он краснеет. А другой наоборот, он действует согласно зависти, ненавидит, там говорит, мне человек неприятен, я вот как увидел, так что-то мне поплохело. Отчего это? От зависти. Если без всякой причины человек тебе не подходит, это не потому, что у него какая-то там энергетика, какое-то гойло-ро там плохое работает, нет, это просто тебя зависть душит, вот в чем делать. И она вот так проявляется в таком недоброжелательстве. Вот в этом и ненавидели Закхея и всех остальных мотарей. Еще и потому, что каждый сборщик податей, а уж начальник-то подавно, были люди богатые. Как правило, большинство бедных ненавидят богатых. От чего? От зависти. Движущая сила многих революций одна из. это зависть. Во всяком случае, все революционеры, они лозунги используют, подогревая чувство зависти. Я помощник младшего слесаря, а он владелец завода, на котором я работаю. И вдруг мне говорят, в фабрике рабочим, то что, весь завод мне? Все, красный флаг, ура, давай. Ну, на, завод, что ты будешь с ним делать? Да ничего. Ну, максимум, ты можешь стекла разбить и рамы из цеха вытащить и отнести себе на дачу и сделать теплицу для огурцов. Все. Максимум, что ты можешь, это разобрать, обокрасть, нагадить, там, провода свинтить, все, больше ты ничего не можешь. А вот завод построить, доуправлять, это, извини, тебе не под силу. Будь ты там даже очень добросовестный помощник младшего слесаря, который стружки выметает. Больше, так сказать, как ты выметал, так и будешь выметать. Потому что учиться ты не способен, что если способен был учиться, как Ломоносов стал бы, так сказать, президентом Академии наук. А ты не способен, поэтому стружки выметаешь. Так благодари Бога, что нашлась работа, не ходи с красным флагом. А то, говорит, а справедливость. Один сделал, а другой хочет отнять, поделить, сломать, чтобы все встало. Потому что цель завистника не чтоб все были богатые, а чтоб все были бедные. Тогда зависть не мучается. У всех телогрейки, у всех синие штаны, у всех ушанки и у всех кирзовые сапоги. Все, чему завидовать. Только гуталином. Кто чем мажет, дегтем или гуталином. А это уж можно потерпеть. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшего. И вот он Закей нашел в этой толпе. А других не было. Не было ни одного человека, который захотел спасти свою душу. А чтобы спасти душу, вот как в первом Евангелии мы читали, покайтесь, приблизилось к вам Царствие Божие. И вот покаяние это как раз те шаги по спасению души. А покаяние оно вот чем отличается от того, что просто вот как бы человек понял умом. покаяние покаяние предполагает действие по изменению своей жизни. И вот Закей слава Богу он никого не убил. Потому что есть такие грехи, которые изменить нельзя. аборт сделал, ты навсегда убийца. Даже можешь сто человек из сиротского дома забрать, усыновить, воспитать, а все равно ты убийца. Тот-то не воскрес, убитый-то. Ничего не сделаешь. А вот если ты обокрал как Закхей, хотя все по закону, то можно отдать половину, а еще кто обижается, в четыре раза больше ему отдать. И все. Вопрос решили. Тот даже рад, что вот, а я в прибыли остался. То есть украли-то у меня сто, отдали четыреста. И вот Закхей это исправил. И Господь говорит, вот спасение. Закхей исправился. Покаяние это исправление. Некоторые спрашивают, вот как? Вот я понимаю, а не делаю. Никак. Надо сделать. Ну не можешь, значит, живи в грехе и, так сказать, кушай большой деревянной ложкой все последствия своих грехов. Ничего тут не сделаешь. Либо, как Закхей, измени. То, что награбил, отдай. Если не знаешь, уже не помнишь, но отдай неимущим. Будет некое перераспределение, потому что многие нищие в те времена становились нищими благодаря непомерному для них налогу. Тем более жители сельскохозяйственных районов. Ну, засуха случилась. Он взял взаймы там, на семена, посеял, а все сгорело. Просто вот. Все от солнца сгорело. Что он может сделать? Запасов таких больших нет. Если было, он бы запас потратил на семена, а тут ничего не сделаешь. А простить никто не прощает. Вот и ты уже нищий, ходишь с протянутой рукой, на еду тебе народ милосердный дает. Остальное ничего не сделаешь. Вот так и каждый человек должен набраться в себе мужества. И тот грех, который осознал тем самым пресловутым умом, он должен исправить в своей жизни. Вот если он исправит, значит он сподобится в Царство Небесное. Если нет, ну даже Господь при всем желании, вот он тебя позовет, но он за тебя ничего не может сделать. Спасение происходит только совместно. Господь может только помочь человеку. Некоторые не понимают, что такое помочь. Некоторые считают, что помочь это сделать за меня. Это не так. Вот человек несет тяжелое ведро с водой. Что значит помочь? Это не значит у него взять ведро и понести самому. Это не помочь. Это значит взять на себя его труд. А помочь это взять за ручку сбоку и нести вдвоем. Вот спасение так происходит. Господь готов помочь каждому. Но если он несет сам. Если человек сам ничего не делает, Господь и не может ему помочь. Вот это нам нужно усвоить. Для Бога очень важно убедиться в нашем серьезном намерении. Не просто такая мечта. Вот бы хорошо бы я был святой. И у меня никаких грехов, никаких помыслов. Сплю спокойно и много. Открыл книжку и молюсь сколько хочу. И ничего у меня не рассеивается голова. И нет, так не было. А бывает наоборот. Борьба с помыслами, лень, обиды, зависть, сердитость, сварливость, постоянное недовольство. А вот это надо преодолевать. Вот спасение вот только таким образом. Только когда человек свидетельствует своей жизнью, как Захей засвидетельствовал, чтобы отдать. Отдать уже то, что он считал своим. Если кто хочет, может попробовать. Ну, например, из четырехкомнатной переехать в двухкомнатную, разницу продать и раздать нищему. Ну, поднимем руки, кто может? Никто. Вот это вот. Представляете, какая разница? А ведь это не сказки. Захей натуральный был налоговый инспектор, старшина их. Так что, как нам далеко еще до спасения? Не только в материальном плане, а в любом другом. поэтому есть у каждого из нас куда развиваться. Благословение Господне на вас, так и благодатью ищедрую, и человеколюбим всегда, неприсно и во веки веков.